Вы смотрите отзыв об отеле Ачат Плэзо Цум Хвайрщен, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Мостс, который был в нем в 2012 году. Отзыв по отеле Ачат Плэзо Цум Хвайрщен, 4 звезды, Зальцбург, Австрия. Веб-сайт. Адрес. Сейн Джильян Эстер. 21, 235 020 Зальцбург, Австрия. Тел. Плюс 4 366 288 90 30. Фекс. Плюс 43 662 889 0358. Имейл. Зальцбург, подчеркивание, плэзо собака Ачат Дефис Хоутелс точка ком. Резюме. Отель Ачат Плэзо Цум Хвайрщен в Зальцбурге – это комфортный отель, расположившийся в пятиэтажном здании в пяти минутах пешком, даже с багажом, от главного вокзала Зальцбурга, а также недалеко от основных достопримечательностей Зальцбурга. Река Зальцев находится также в пределах пяти минут пешком от отеля. Из плюсов отеля стоит отметить также его очень комфортные и просторные номера со всем необходимым, доброжелательное и гостеприимное отношение персонала, а также наличие в отеле зоны отдыха с саунами на верхнем этаже. Рядом с отелем находятся супермаркеты, заправка и торговый центр, а также много различных мелких лавочек. Из минусов стоит отметить расположение отеля на проезжей улице, где в номерах, выходящих на улицу, может быть достаточно шумно, а также достаточно высокая дополнительная плата за завтрак. В итоге я оцениваю отель Ачат Плэза Цум Хвайрщен на отлично и рекомендую этот отель для комфортных остановок в Зальцбурге. Здесь, на мой взгляд, одно из лучших в городе соотношений цена-качество. Общие данные. Останавливались в отеле Ачат Плэза Цум Хвайрщен в Зальцбурге с 23.92.012, в воскресенье по 25.92.012, вторник, два ночи. У нас был номер 412 на троих, двое взрослых и ребенок, на пятом этаже по 99 евро за ночь без завтрака. Отель Ачат Плэза Цум Хвайрщен относится к цепочке отелей среднего уровня Ачат. В основном отели этой цепочки находятся в различных городах Германии. Всего отелей цепочки Ачат должно быть 28. За пределами Германии есть только два отеля, один из которых отель Цум Хвайрщен в Зальцбурге, и еще один отель есть в Венгрии, в Будапеште. Билеты на самолет из Москвы в Вену и обратно в сентябре 2012 года стоили около 25.800 рублей на троих или 8.600 рублей с человека в среднем. Перелет был авиакомпанией Аэрофлот из Шереметьево. Из аэропорта Вены в центр города практичнее всего добраться на электричках, СБН. Время в пути – около 30 минут. Также можно воспользоваться услугами такси. Если делать это по предварительному заказу, например, через сайт www.welcomefextaxi.com, то цена такой поездки составит 28 евро за машину в одну сторону. Если же брать такси прямо в аэропорте Вены, то цена поездки может составить до 50 евро по счетчику. При этом в Вене реально попасть в серьезную пробку. Поэтому лучше спокойно воспользоваться электричками. До Зальцбурга из Вены можно добраться, например, на поезде от западного вокзала в Истбах и Хофф. Билет туда, обратно на поезд при бронировании заранее на условиях невозвратности стоил 38 евро на взрослого без резервирования места. Дети до 12 лет по одному билету со взрослыми едут бесплатно. Однако за резервирование места на ребенка все же нужно платить. Резервирование места в одну сторону стоит 3 евро с человека. В итоге, билеты Вена, Зальцбург, Вены с резервированием мест обошлись нам на троих 94 евро. Надо отметить, что резервирование мест было излишним, поскольку в поездах было достаточно свободных мест. Более того, без резервирования можно было выбрать, где больше нравится сидеть. При резервировании такого выбора нет. Поэтому, резервировать место стоит только если известно, что свободных мест может не быть из-за каких-либо массовых мероприятий, например. Обычно же свободных мест в поезде достаточно. Время в пути из Вены в Зальцбург составляет чуть более трех часов в одну сторону. Вообще, Зальцбург, это один из самых красивых городов, которые мне доводилось посещать до сих пор. Он маленький, компактный и очень красивый. Крепости старый город, и все это на фоне Альп и на свежем горном воздухе вряд ли кого-то оставит равнодушным. Зальцбург как город живет и процветает во многом за счет имени своего самого знаменитого земляка, Моцарта. Почти вся туристическая тематика города, это Моцартовская тематика. Но и в этом небольшом городе могут быть автомобильные пробки, а также слишком много туристов, которые, как правило, приезжают сюда днем на экскурсию, а вечером покидают город. В итоге, Зальцбург для меня это город, который приятно посетить в любое время. Погода. Погода в конце сентября 2012 выдалась в основном облачной с солнечными отрезками и довольно теплой с температурой до 18 а с днем. Правда, время от времени принимались дожди. Но, в общем, погода благоприятствовала продолжительным пешеходным прогулкам. Аэропорт Вены и магазины Дьютифри. Аэропорт Вены нам показался достаточно компактным и уютным. Правда, в зале регистрации было непросто найти туалеты. Но сервис по прилету был очень оперативным, так же, как и пограничный контроль, без каких-либо вопросов. После приземления и до выхода из аэропорта у нас прошло около 20 минут. Правда, магазины Дьютифри на вылете ничем не удивили. Предложение было, как и везде, но выбор не очень большой. Цены в среднем немного выше, чем в Германии и Чехии. Все цены, естественно, выражены в евро, но можно платить и кредитными картами. В аэропорту есть также много прочих магазинов, булочных, кафе и тому подобные цены там показались на уровне городских. Аэропорт соединен с Веной городскими электричками и экспрессами, а также автобусами и такси. В аэропорту Вены располагается также автобусный терминал, где можно пересесть на международные автобусы, например, в Братиславу или Будапешт, и продолжить свое путешествие дальше. Перелеты. Перелеты были авиакомпанией и аэрофлот. Сервис хороший, а самолеты в хорошем состоянии. Наполняемость рейсов – почти 100%. В качестве питания на борту предоставляют напитки и обед, ужин, но горячего питания при этом не предоставляют. Питание можно оценить на хорошо. Время в пути в Вену из Москвы составило 2 часа и 25 минут, а обратно 2 часа и 15 минут. Рейсы туда и обратно прилетели без опозданий. Расстояние Москва, Вена – около 1800 километров. В целом, аэрофлот можно оценить на хорошо. Теперь, наконец, информация по отеле Ачат Плеза Цунг Вайщен в Зальцбурге. Расположение. Расположение Ачат Плеза Цунг Вайщен вполне можно назвать удачным, поскольку он находится совсем недалеко от главного вокзала Зальцбурга, приблизительно в 5 минутах неспешным шагом. Это очень удобно, если во время поездки куда-либо уезжать с этого вокзала. С другой стороны, отель находится на достаточно оживленной улице, и если окна номера выходят на улицу, то особенности днем в номере может быть шумно от транспорта. Окна нашего номера выходили частично во двор, и ночью существенных шумов при открытых окнах мы не слышали. Надо заметить, что Зальцбург в принципе город небольшой, около 150 тысяч жителей, поэтому там по сравнению с Москвой, наверное, всегда тихо. До парка и дворца Мирабел из отеля пешком не более 15 минут, или можно проехаться пару остановок на троллейбусе. А оттуда недалеко и до старого города, до реки Зальцбург по улице перед отелем пешком не более 5 минут. Поэтому расположение отеля почти идеальное, почти из-за проезжей улицы. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»